Бизнесмен из Гродно Сергей Коляда свое участие в европейской программе добрососедства и сотрудничества объясняет просто. Несколько лет назад собралась группа единомышленников, желающих развивать в Беларуси активный туризм. Нашли партнера в Польше, разработали проект, оформили заявку и отправили на рассмотрение в ЕС. Местом его реализации не случайно выбрали белорусскую часть Августовского канала. Он всегда прилегал к себе иностранных туристов. В Европе проект одобрили. Мы приобрели оборудование. Мы сегодня организовали учебный центр на Августовском канале. Подготавливаем инструкторов, подготавливаем владельцев агроусадьб, кто желает. То есть проект как бы уже закончился, но все продолжается. Разработаны водные и велосипедные маршруты. Ежегодно сюда приезжают сотни туристов из Польши и Литвы. Кроме того, в Гродно открыли информационный туристический центр. Пока проект Сергея Коляды, неизвестная Европа, один из немногих успешно реализованных при нем они. Причина – отсутствие информации о белорусско-европейских программах сотрудничества. Представители Европейского Союза сегодня решили восполнить этот пробел. Цель этих информационных дней состоит в том, чтобы более подробно познакомить жителей Беларуси и организаций из разных регионов Беларуси с возможностями программ сотрудничества между Европейским Союзом и Республикой Беларусь. И приоткрыть окно, показать, что многое уже делается, но еще многое можно сделать в сотрудничестве. Возможности сотрудничества безграничны. Уже в конце ноября стартует новая европейская программа трансграничного взаимодействия Польши, Беларуси и Украины. Ее бюджет – более 180 миллионов евро. ЕС заинтересован, чтобы как можно больше проектов поступало именно из Беларуси. Они готовы оказать любую помощь в оформлении идей, подаче заявки и дальнейшей реализации проектов. У нас еще много нереализованных мыслей, как наши, скажем, коллеги, партнеры по проекту сказали, что у вас очень много работы. Вместе с тем это, наверное, радует, что у нас очень много работы. Принять участие в совместных программах Европейского Союза и Республики Беларусь может каждый человек. Главное – придумать креативный проект в любой сфере, от образования до туризма, и доказать его необходимость. Юрий Корнелович, Николай Лапинцев, компания СТВ, Гродно.